И в заключении поговорим о творчестве. Резные шкатулки, иконы из бисера, оригинальные сувениры. Сегодня в Центре детского творчества «Артека» открылась пасхальная выставка-ярмарка. В ней участвуют воспитанники спецшкол, интернатов и домов престарелых. Вся уникальность работ в том, что сделаны они руками тех, чьи возможности ограничены. Физические, но не творческие. Они обделены судьбой, но не талантом. Чтобы удивить на выставке в Кишиневе, воспитанницы Ханчерского дома-интерната вместе со своим педагогом долго и кропотливо трудились. Мы готовимся заранее и с удовольствием участвуем в выставке. Мы привезли разные работы. Они всевозможных цветов и из разных материалов. Это пасочки, яйца из бисера. От разнообразия пасхальных сувениров у гостей глаза разбегались, а кошельки худели. На каждом столике, к которому я подошла, работы уникальны все, потому что изготовлены они такими же уникальными людьми. Людьми, которые вложили в свои работы душу. Для тех, кто живет не как все, хобби – это целый мир. В нем можно фантазировать, творить, черпать идеи и даже силы. Это помогает избавиться от болезней, от трудных мыслей. Настроиться на хорошее только. Это пасхальная ярмарка традиционная. Каждый год ее проводят Министерство труда и социальной защиты в партнерстве с другими правительственными институтами и общественными организациями. Это мероприятие ежегодно проводится в канун пасхальных праздников. Мы пытаемся объединить людей с большим сердцем, которые хотят творить добрые дела, в частности для детей и молодых людей с ограниченными возможностями, которые должны быть частью общества. Всего в выставке участвовали представители 30 организаций и учебных заведений для людей с ограниченными возможностями.